Добрый вечер! И слава Богу, что у нас есть такая возможность сегодня опять и опять собираться на интернетном пространстве и овладевать им через волны эфира божественной атмосферой Царства. Слава Богу за каждого человека, кто уже присоединился, кто еще будет участником, свидетелем этого послания. И не только сейчас, но вот в течение этих часов. Спасибо вам и Александр, и Сергей, кто организовывает эти площадки, кто в этом тоже двигается с верностью. Но знаешь, что Бог наш верный, и это его качество в нас, пусть же оно загорается в сердцах множества людей, потому что домостроителя требуется, чтобы он был человек верный. И, конечно, молитвенное время без молитвы нельзя начинать. Поэтому я предлагаю вам сейчас помолиться, чтобы сердца наши были способны не просто слышать и складывать, как это делала Мария в сердце своем, все, что она слышала, но превращать это в плоды и в результаты. Практическое применение каждого услышанного совета, которое именно коснулось сердца, не прошло мимо, а попало внутрь. Пусть подобного рода слова, как семя, прорастают и приносят плод в Божье Царство. Я думаю, что все мы помним эту фразу. «Тем прославится Отец наш Небесный, если вы принесете много плода и будете его учениками». Ученичество – это постоянный процесс роста, развития и жажда по новым возможностям, которые осваиваются как территории, а потом и превращаются в плодоносные сады. И пусть сегодняшний день, как историческая, так же веха, будет наполняться тем, что у Бога есть для этого дня. Все, что мы с вами говорили в предыдущей встрече, оно имеет вес и значимость, и не пропало. Не пропало то, что Бог сказал, потому что у него в принципе ничего не пропадает. А то, что для нас, пусть оно не будет забыто, пусть достается и тема о молитве, и о страхе Господнем, и о смирении, и о святости, все, чего уже касались. Но сегодня я объявлю тему чуть позже, а сейчас мы помолимся. Небесный Отец, я благословляю сейчас каждого человека оказаться вот в этом потоке. В потоке жизни, в потоке святости, в потоке любви, в потоке верности, в потоке твоей работы. Я благодарю тебя, потому что ты не оставляешь нас без своего внимания, ты не оставляешь нас без покрова тогда, когда мы идем выполнять твое дело, потому что ты каждому дал свое дело и власть на это дело. И поэтому мы хотим применить сейчас власть на каждое дело, порученное небом, чтобы все, что мы делаем, оно было не просто сделано, а оно было результативно и дошло до цели. Я благодарю тебя, что ты дал нам обещание, что мы не будем трудиться напрасно. И для меня это всегда вдохновение, что все, что мы делаем, оно не пропадет. Мы делаем с вечной ценностью и целью. И поэтому, направляя вот в эту перспективу молитву сейчас, я прошу, чтобы ты благословил нас никогда не молиться формально, никогда не делать ничего для галочки, а творить вместе с тобой историю и в молитве в том числе, потому что без молитвы нет духовной победы. И когда победа осуществляется в духе, тогда она является в физическом мире. И я благословляю людей этим ходатайственным духом молитвенной жизни. Я благословляю каждого человека подниматься в своем городе, в своей стране, в своем регионе, в своем месте, поселении. И пусть, Боже, преображается это место из-за того, что там появился человек. Человек, который знает тебя. Человек, на котором наречено твое имя. Человек, который знает трубный зов. И я благословляю сейчас, чтобы таких людей становилось больше и больше с каждой молитвой, с каждым днем и с каждым движением Святого Духа по земле нашей. Не только по российской, но я сейчас молюсь за планету Земля, потому что мы уже давно не живем за границами одной страны. Все, что происходит, оно влияет на весь мир. И поэтому я благодарю тебя, что и сегодня мы можем творить молитвы с учетом того, что Господь царствует и Господь доверил нам планету Земля. И пусть она будет преображена к твоему приходу и приготовлен тебе путь. И то, что нам надлежит сделать в духовном мире, чтобы мы это осуществили прежде, чем настанет благословенный момент жизни вознесения на облаках. Но сейчас мы на Земле. Сейчас каждый из нас выполняет то, ради чего ты нам здесь дал жить. У каждого человека есть своя задача. Но благослови нас не остановиться на достигнутом, а идти дальше и активнее совершать дело, которое ты поручил нам на планете Земля. Я благословляю сейчас и свой разум, и сердце. Я благословляю тех людей, с которыми ты даешь сейчас иметь это взаимоотношение. И пусть все мосты будут построены и укреплены как взаимоскрепляющие связи. В твоем теле, в теле Христа, в армии твоей, среди твоих офицеров, генералов, среди твоих воинов, чтобы каждый, занимая свое место, слышал и понимал, что есть у нас военачальник Иегова Саваоф, имя твое. У нас есть тот, который вышел впереди войска своего, обозревая боевое войско и своих героев. Поэтому пусть, Господь, благословенное размножение придет сейчас на каждого человека, который же по воле твоей продвинулся. Как ты когда-то сказал Аврааму, я тебя размножу. И мы принимаем это размножение того, что есть у нас от Тебя, того, что пришло в нашу жизнь от Царства Небесного. Пусть оно расширяется внутри нас и захватывает территории снаружи. И я благодарю Тебя, что это всегда реальная возможность с Тобой. Поэтому подчиняю Тебе и свои мысли, и свое уста, и свое сердце. И благословляю тех людей, кто уже стал участником и будет присоединяться во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, слава Богу, что Иисус нас предупредил. Без меня не можете делать ничего. И поэтому мы приглашаем Его в каждую часть нашей жизни, в каждое мгновение бытия. Потому что иногда одно мгновение может поменять очень многое, если в это мгновение исполнилась воля Божия. Соответственно, сегодня тема, которую я хотела бы затронуть, она вроде как личностная. Она касается, с одной стороны, одного человека, а с другой стороны, глобальных перемен. Вот как такое возможно? Сейчас мы попытаемся это соединить. Итак, тема «Человек пробуждения. Кто он и какой он?» То есть, если мы слышали и неоднократно эту фразу цитировали, и кто-то читал, может быть, книгу еще в 90-е, и пробуждение начинается с меня, и сегодня даже пропивалась эта фраза, то я хочу сказать, что это не просто какая-то тезисная формулировка, а это на самом деле обращенное внутрь нас, как запрос и как тема. Пробуждение начинается с меня. Если так, то человек пробуждения — это кто? Это кто-то на кафедре, это кто-то в эфире, это кто-то, наоборот, за кадром, это кто-то, имеющий большой опыт, это кто-то, кого именно как-то выделил Господь, ну и так далее. То есть, у нас у всех есть какой-то список, послужебный список того, как мы себе представляем человека пробуждения. На самом деле, таким человеком может стать каждый из нас. И здесь не вопрос регалий, не вопрос опыта, не вопрос, связанный с какими-то особенностями личности. Безусловно, у Бога все это приготовлено, для последнего времени не может неприготовленный быть человек или люди, но то, что каждый из нас может оказаться вот в этой армии, стать его частью, стать благословением для того места, где ты живешь, вот это хочется сегодня просмотреть. А для этого я хочу начать с текста в Языке Иля, 22 глава, 27-31 стих. Сначала описана ситуация, в которой жил этот народ. «Князья у них, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корость. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное. Говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга. Грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельцы угнетают несправедливо». Я думаю, что если мы сейчас перенесем на современный мир вот эти прочитанные тексты, то мы увидим очень много похожего состояния. Где-то больше, где-то меньше, но все равно это характеристика не истории, это характеристика современного мира. И вот в результате картины, которую видят в Божьи очи на планете Земля, у него есть запрос к человечеству. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Оказывается, здесь не сказал он, что я не нашел пророка. Пророк, пожалуйста, говорит об этих вещах. Но здесь нужен был не только пророк. Здесь нужны хадатые, которые встали бы в проломе за землю. Здесь нужны неравнодушные люди. Здесь нужны люди, которые могут взять ответственность. Это люди, которые могут открыть для Бога свою жизнь и свое сердце и согласиться на стопроцентную его волю, на свою судьбу. Вот это некоторые из характеристик тех людей, кого я хотела бы сейчас вместе с вами просмотреть. Соответственно, когда мы с вами говорим о человеке пробуждения, то мы говорим не о небожителях, которые спустятся. Мы говорим о жителях земли в современном мире. При том, что есть уже какой-то уклад, сложившийся в церквях, есть уклад, который сложился в умах, какая-то традиционность, какие-то, может быть, тезисы, принципы и так далее. Уже сложившееся восприятие жизни. Кто-то отвечает за что-то, это не моя ответственность. И вот люди перекладывают ее, думая, что к ним это отношение не имеет. Но здесь мы видим совершенно конкретно. Искал я у них человека. На земле в тот момент было много людей. Однако человека, который бы отвечал Божьим характеристикам, не оказалось на земле. И это большая печаль. Не оказалось, по крайней мере, на территории Божьего народа, именуемого тогда Израилем. И сегодня я хотела бы с вами просмотреть некоторые характеристики людей, которые повлияли на нации. Я сейчас не беру историю христианства, которая прошла уже после описания Библии. Я сейчас хочу взять именно библейских героев и некоторые тезисы по этим именам вывести. Для того, чтобы мы потом по этим тезисам могли себя проверить. Поэтому, друзья, когда у нас есть конкретика, то проще, как, знаете, отвес в руках строителя. Тогда мы можем проверять, где кривизны, где неровности уже построенной стены, которые надо лучше исправить сейчас, чем потом она вся будет нагриняться. И поэтому то, что мы можем сейчас увидеть по именам, известным нам, но буквально тезисно по их характеру. Итак, первый, конечно, Авраам, который стал отцом всех верующих. И вот тот, кого Бог назвал отцом всех верующих, ему пришлось сдать экзамен на веру. Соответственно, чтобы войти в свое призвание, мы сдаем экзамен на предмет какого-то качества, какого-то состояния личности, которое даст результат, огромный результат всему Теру Христа. Потому что то, что сделал Авраам, казалось бы, в своем личном плане, это не только размножил Бог в звездах на небосклоне, который показал, как его потомство, а это еще и те состояния отношений, которые сегодня питают многих из нас, показывая, что это возможно, с Богом выстраивать такие отношения. Поэтому Авраам – это отец всех верующих, и это человек, которого захотел Господь размножить. Заключить с ним завет – это была инициатива со стороны Бога. И он предложил ему тогда обрезание, и на этом обрезании он построил дальнейшее развитие отношения с израильским народом. Но что касается Авраама и его предстояния верности пред Богом, когда ему пришлось быть вот таким послушным Богу с первого, по сути, слова, ну как пришлось? Он это сделал, свой выбор. Выбор как отец верующих, он сделал этот выбор. Быть послушным посланию неба, принести в жертву сына, которого он ждал 25 лет после обетования. А я думаю, что ждал гораздо раньше, потому что он женат уже был давно, до 75 лет. Но, однако, детей не было. Но 25 лет после того, когда Бог пообещал, он еще ждет. И, однако, когда он уже рождается, и через 13 лет предлагается перенести его в жертву, вот это, конечно, такая трагедия, можно сказать, для жизни Авраама. Но он рано утром встал, чтобы исполнить то, что сказал ему Господь. И вот в этом сданный экзамен. Я желаю, друзья, чтобы мы для себя проверили себя на предмет верности, на предмет веры и верности. Верность — это производная от веры. Когда человек наполнен верой, то ему нетрудно быть верным. Тогда, когда вера страдает, когда сомнений много, тогда верность, она под большим вопросом, потому что сомнение колеблет основанием. Поэтому это первый тезис, который я хочу заложить, понимание, какого человека ищет Бог. Это верующего, потому что без веры угодить Богу невозможно, и верного. Второй тезис или второй момент, который я хочу вместе с вами увидеть, это уже связано с именем Есфирь. Есфирь и Мордахей. Это еще одна такая вот характеристика людей, которые в плену. И сегодня многие люди говорят, а что я могу сделать? Вроде бы как состояние плена. Но, однако, Господь дает продвижение тому, кто в плену оказаться в царском дворце. И вот это послушание Есфири в адрес своего двоюродного брата, в отличие от того, что часто говорят о нем, как о ее дяде, на самом деле она была дочерью его дяди, а он-то был для нее брат двоюродный. Это говорит о том, что субординацию, которая смогла сохранять Есфирь, это почтение. Почтение – это качество, которое потребуется сегодня, как никогда раньше. Потому что именно нечестивый получает поражение, а тот, кто почитает, тот имеет благо и долгоденствие. И вот об этом я говорила в прошлом воскресенье проповедь. Защита через почтение. И поэтому вот это вот качество почтения, оно является очень важным для нас в системе Вавилона. Потому что мы почитаем того, кого надо почитать – Бога и Бога в человеке, а значит человека. И вот тогда, когда мы не кумирство создаем, а почитаем Бога и все, что вложено в человека, Богом, тогда это начинает и процветать вокруг нас, а не зажиматься. Тогда конкуренция не имеет места в Божьем Царстве. А так, к сожалению, мы сегодня еще это можем замечать в своем окружении. Соответственно, когда мы говорим о Есфире Мордахее, то это еще одно очень важное качество. Во-первых, почтительность, как я уже сказала. Во-вторых, способность ходатайствовать. Кстати, ходатайство у Авраама тоже ярко выражено. Содом и Гаморой, как он ходатайствовал там, это для нас тоже яркий пример. То вот здесь перекликается это качество, ходатайство со стороны Есфири и взять ответственность. Вот это очень интересный такой фактор, потому что, с одной стороны, это привилегия, она попадает в царский дворец и в позиции не просто наложницы, а в позиции царицы. И вот теперь, когда она уже в этой позиции, вдруг ей надо идти на риск. И многие люди, имея что-то как позицию, боятся рисковать. И вот здесь я хочу сказать, что как раз, если такое происходит, в самые такие ответственные моменты, в которых сейчас находится человечество, страна, церковь, и не быть голосом, защищающим эту позицию царства Божьего, то можно потерять свою позицию. То, чего человек боится, то его постигает. В данном случае Есфирь, она с трепетом шла к царю, но для этого она приготовилась через пост. Поэтому вопрос поста сюда тоже попадает. Достаточно ответственная часть. Когда мы берем ответственность за целую нацию, берем ответственность за народы, то пост будет частью жизни, частью практики, частью культуры царства. И вот в жизни Есфири мы это видим. Следующий герой, который я хотела бы взять как тоже для примера, это Даниил, кто влиял на историю. И он, будучи при нескольких царях, очень серьезно влиял. И, кстати, на Новохудоносор, на одного из величайших царей Вавилона, Новохудоносора, он влиял на него большими, так скажем, божьими предложениями. И не лицемерил, не боялся и говорил открытым текстом все, что было интерпретацией сна, сна Новохудоносора. И поэтому, когда мы понимаем, что в лице Даниила мы видим государственного деятеля с посвященным сердцем Богу, поэтому ты на месте, где ты трудишься, ты можешь быть не частью сегодня церковного совета, допустим, но у тебя есть большая часть работы, связанная с какими-то общественными вопросами, с теми царственными задачами. И вот мышление царственности, которое было ярко выражено у Даниила, оно здесь присутствует, потому что он категориями государства мог мыслить, он заступался за тайновецов и гадателей, чародеев, которые вообще не были из его лагеря, потому что мы сейчас говорим об оккультизме, который там процветал в Вавилоне. Однако он за них заступался. Посмотрите, человеколюбивое сердце и, конечно же, молящийся человек три раза в день, он неизменно это делал. И у него также практика поста. Посмотрите, как она интересна, вот эта часть, мы только у Авраама не видели практику поста, а сейчас мы уже просматриваем, что она везде присутствует. И присутствует вот это вот состояние верности, состояние масштабности мышления, когда я не только свой курятник знаю или не свой огородик, о нем только забочусь, а когда у меня есть все-таки в сердце масштаб города, масштаб поселения, где я нахожусь, масштаб национальных интересов, масштаб страны, масштаб планеты, государственности. А ведь мы дети Царства Божьего, поэтому ограничиться только своей страной это не есть норма. Потому что Господня земля, а мы его дети, мы его представители, поэтому заботиться о каждом государстве и о каждом континенте, там, где мы можем молитвенно достичь, либо своим ходатайственным духом предстоять, либо благословлять людей, которые уже это делают, и не быть равнодушными. Вот это мышление Даниила. И слава Богу, что он хорошо знал историю, проникал в историю, исходя из этого, брал обетование, которое обнаружил в тексте Писания и доставал из истории то, что было там заложено, как Божье семя. Если мы посмотрим еще на одного героя, здесь я хотел бы остановиться, может быть, чуть больше, прочитать текст Писания, это не всем известный вариант, это книга Иудив, и сама героиня этой книги, Иудив, по ее имени названа книга, не все, наверное, знакомы с этой книгой, но, конечно, я бы рекомендовал ее прочитать. И что за ситуация? Алла Ферн, опять мы видим вот это влияние Вавилона, когда идет один из военачальников вавилонских и овладевает город за городом, там легко сдаются в плен, легко сдаются со всеми своими ценностями, потому что условие такое, что поклоняться другим богам нельзя будет при системе Вавилона, только те, которые являются богами в этой системе. Соответственно, это их условие, чтобы все были подчинены только их богам. Придя так и настаивая на иудейском городе, пытаясь его также взять, который город, который находился в горах, и вот тут вопрос, конечно, стал ребром, потому что иудеи не могут отказаться от своего бога, и у них сейчас выбор очень не в пользу иудеев по внешним характеристикам. Идет огромнейшая армия, а они небольшой город в горах, у которых нет практически своей армии сейчас. Может быть, есть стражники, но нет той армии, которая могла противостать вот этому нашествию. И в этот момент принимается решение. Решение принимается старейшинами города, потому что пришел народ, где понимают, что вода заканчивается, источники воды перекрыты для них, которые у подножья горы. На горах воды нет, и, соответственно, засуха, и вот они умирают от жажды. И это побудило матерей пойти к старейшинам и сказать, почему же мы не сдаем город? Видите, мы умираем. И они надавили на старейшин, которые сказали, хорошо, мы еще подождем пять дней, и если за пять дней Бог нас не спасет и не даст нам дождя, и не выйдет нам навстречу, то мы сдадим город. То есть на тех условиях, что мы откажемся от Бога. В общем-то, вот такой был выбор. И что делает Иудиф? Она услышала о дурных речах, это восьмая глава книги Иудиф, девятого стиха, о дурных речах народа против начальника, потому что они молодушествовали по причине оскудения воды. Видите, сегодня общество может молодушествовать по причине оскудения. Где чего? Где-то, может быть, каких-то энергоносителей, где-то работы, где-то, может быть, как раз военных действий, потерь таких страшных. Но вот услышала на дурных речах по причине оскудения воды, услышала Иудиф и о всех словах, которые сказал им Озия, как он поклялся им через пять дней сдать город Ассирианам. То есть Озия – это как раз старейшина или там управитель города. И послала она служанку свою, распоряжавшуюся всем ее имуществом, пригласить Озию, Хаврина и Хармина, старейшин ее города. Она была достаточно известной женщиной в своем городе, уважаемой, и поэтому она могла это сделать. Они пришли, и она сказала им, выслужите меня, начальники жителей Витилуи. Неправо слово ваше, которое вы сегодня сказали перед народом и положили клятву, которую изрекли между Богом и вами, и сказали, что сдадите город нашим врагам, если на этих днях Господь не поможет нам. Кто же вы, искушавшие сегодня Бога и ставшие вместо Бога посреди сынов человеческих? Вот вы теперь испытываете Господа Вседержителя, но никогда ничего не узнаете, потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять слов мысли его, как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум его, и поймете мысль его. Нет, братья, не прогневляйте Господа Бога нашего, ибо если он не захочет помочь нам в эти пять дней, то он имеет власть защитить нас в какие угодные ему дни или поразить нас пред лицом врагов наших. Не отдавайте же в залог советов Господа Бога нашего. Богу нельзя грозить, как человеку, нельзя и указывать ему, как сыну человеческому. Посему, ожидая от него спасения, будем призывать его к себе на помощь, и он услышит голос наш, если это ему будет угодно. Ибо не было в родах наших, и нет в настоящее время ни колена, ни племени, ни народа, ни города у нас, которые кланялись бы богам рукотворным, как было в прежние дни, за что отцы наши преданы были мечу и расхищению, и пали великим падением перед нашими врагами. Но мы не знаем другого Бога, кроме Его, а потому и надеемся, что Он не презрит нас и никого из нашего рода. Ибо с пленением нас падет и вся Иудея, и святыни наши будут разграблены, и Он взыщет осквернение их от уст наших, и убиение братьев наших, и пленение земли, и опустошение наследия нашего обратит на нашу голову среди народов, которым мы будем порабощены, и будем в соблазн и поношение у тех, которые овладеют нами. Потому что рабство не послужит нам в честь, но Господь Бог наш уменит его в бесчестие. Итак, братья, покажем братьям нашим, что от нас зависит жизнь их, и на нас утверждаются и святыни, и дом Господен, и жертвенник. За все это возблагодарим Господа Бога нашего, который испытует нас, как и отцов наших. Вспомните, что Он сделал с Авраамом, чем искушал Исаака, что было с Иаковом в Сирской Месопотамии, когда Он посовет Славана, брата матери своей, как их искушал Он не для истязания сердца их, так и нам не мстит, а только для вразумления наказывает Господь, приближающихся к Нему. Озия сказал ей, «Все, что ты сказала, сказала от доброго сердца, и никто не будет противиться словам твоим, ибо не с настоящего только дня известна мудрость твоя, но от начала дней твоих весь народ знает разум твой и доброе расположение твоего сердца. Но народ истомился от жажды и принудил нас поступить так, как мы сказали им, и обязал нас клятвую, которую мы не нарушим. Помолись же о нас, ибо ты, жена благочестивая, и Господь пошлет дождь для наполнения водохранилищ наших, и мы больше не будем изнемогать от жажды». Иудив сказала им, «Послушайте меня, и я совершу дело, которое принесется с сынами рода нашего, в рода родов. Станьте в эту ночь у ворот, а я выйду с моей служанкой, и в продолжении дней, после которых вы решили отдать город нашим врагам, Господь посетит Израиля моею рукою. Только не расспрашивайте о моем предприятии, потому что я не скажу вам, доколе не совершится то, что я намерена сделать». И сказал ей Озия и начальники, «Вступай с миром, и Господь Бог пред тобою на отмщение врагам нашим». И вышли из шатра ее, и пошли к полкам своим». Посмотрите, история, которая здесь описана, или вот этот диалог, который я сейчас успела прочитать, это достаточно важный момент, когда человек берет ответственность. Вот женщина, которая не была среди старейшин, но она была неравнодушна, она была в посте, кстати, она постоянно постилась после смерти своего мужа, и она имела добрую репутацию в своем городе. И когда она услышала о том, что сделали старейшин, она не стала их упрекать, что же вы сделали? Она им поставила на вид, она объяснила, что это нельзя делать, но в то же время она берет сейчас ответственность, чтобы выполнить это, как выход, дать выход, сказать, «Бог моей рукой это сделает». Значит, она получила стратегию, что мы видим по истории этой ситуации, и получилось. Она принесла голову Алаферна, а значит, она обезглавила все войско врага. И в результате победа была потрясающая, данная Богом. И вот то, что мы сегодня имеем, Бог ищет человека, кто бы встал в проломи. Это ходатайственная молитва, это вера, это пост, это получение стратегии, это знание благодати, как апостол Павел, который понимает, что такое благодать, не просто как повод к распутству, как апостол Павел говорит, а именно как сила для исполнения призвания. И еще один образ Иоанна, который я хотела бы сейчас тоже назвать, это Иоанн Богослов, который получил откровение. Это тот образ человека последнего времени, который знает, знает, что делать сейчас, потому что он живет перспективами, понимая, что грядет, понимая, где мы находимся, понимая суть времени. И более того, это любимый ученик, потому что сам Иоанн это решил для себя сделать, как приставочка. Не просто называл себя по имени, а любимый ученик, который вам пишет. То есть он себя так называл. И в результате, зная Божью любовь, принимая эту любовь и любя самому Бога, он смог видеть грядущие дни нашего времени. Вот о чем идет речь. Человек пробуждения, который имеет внутри себя вот эти все качества. Павел по его масштабности не только о благодати, но говорящий о доброй и благой вести язычникам. То есть это способность видеть по-новому вещи, которые были годами, тысячелетиями сложившиеся. Поэтому не живущий в традициях, а формирующий новые показатели. Это вот то, что связано опять же с человеком пробуждения наших дней. И я хочу, чтобы вот эти качества людей перечисленных, Авраама, Мордахей и Исфирь. Авраам как вера и отец веры. Авраам как Хадатай, Исфирь и Мордахей как почтение, как желание тоже брать ответственность, а не отказываться от нее, имея позицию царственности. Даниил и его друзья это люди, которые могли повлиять на систему Вавилона изнутри своей молитвенной жизнью и своей верностью. Даниил не просто назван человек-муж желаний и верный в глазах Божьих. И также Иудиф, человек, который взял ответственность за целый город, потому что у нее были отношения с Богом. Она слышала его голос, она понимала его, она знала, что он надлежит делать сейчас. И поэтому, получив эту стратегию, она не стала болтливой женщиной рассказать всем сначала, что я пойду делать, а потом делать. Нет, она сказала, я никому не скажу. Это еще одна особенность женщин последнего времени, чтобы нам знать, что кому говорить, а что наоборот скрыть до времени, пока придет сам результат. И вот это все уже в жизни Иудифи потрясающе исполнилось ее ходатайственное предстояние, ответственность перед Богом. И Павел, которым я уже сказала, человек, знающий благодать, как ее применять. Иоанн, любящий Христа, и сам знал, что его любит Господь. Вот эти качества человека пробуждения, если в нас какой-то из них присутствует, слава Богу, давайте за это поблагодарим Бога, и пусть оно размножается. Если чего-то обнаружили, что не хватает, то это предмет молитвы, предмет работы, Духа Святого и благодати внутри нас. Поэтому я хочу сейчас вместе с вами помолиться о человеке или о людях пробуждения. Человеке как личностно, о себе, о каждом из нас и о людях, чтобы это размножилось. Размножилось по миру. Появились те, которым действительно надо встать в позицию взвешенных на весах и найденных весомыми, значимыми, и о которых Господь сказал, я искал и нашел. Вот я желаю, чтобы завершение фразы Языкииля я нашел, потому что время, в котором жила Языкииль, и время наших дней, оно очень по характеристикам совпадает. Итак, приглашаю вас к молитве, погружению внутрь себя, к обнаружению тех состояний и качеств, которые потребуются для нашего дальнейшего победоносного шествия Евангелия по планете Земля, шествия пробуждения и преображения умов и сердец людей, потому что кто-то согласился положить себя на этот алтарь и не испугался идти до конца. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас в этой молитве стоим перед Тобой, потому что для нас это важно знать, понимать, слышать, чувствовать и ведать, что Господь не оставил нас в одиночестве в этом состоянии жизни, потому что Ты дал сегодня и это слово, когда я услышала «человек пробуждения». Поэтому я хочу сейчас говорить о людях пробуждения и о чем я уже говорила, а сейчас молюсь о том, чтобы каждый человек пробуждения стал один к другому плечом к плечу. Я верю, что, Господи, там не будет слабого в этом звене, потому что укрепляемся мы могуществом силы Твоей, потому что мы укрепляемся Духом, живущим внутри нас, потому что мы принимаем огонь пробуждения внутрь своего Духа, чтобы нам не говорить слова легкие и пустые, но пусть слова, которые выходят из уст наших, будут весомы и значимы, пополняя чашу, которая стоит пред Тобою. Я благодарю Тебя, что молитвы всех святых, они собираются в эту чашу, и наша святость не от дел, наша святость от принадлежности к Тебе, к имени Твоему, к заветным Твоим отношениям и к Твоему призванию. И потому я благословляю сейчас весь народ обилием, обилием мира Божьего, обилием Божьих откровений по внутреннему нашему состоянию, какие качества у нас уже сформированы по благодати Твоей, по милости Твоей, по верности Твоей, когда мы могли послушаться, подчиниться, отдать себе себя на Твой алтарь, а Ты продолжал ювелирную работу Твою. И я благодарю Тебя за каждого, кто уже для этой последней битвы сформирован. Но я молюсь о тех, кто в процессе, в процессе сейчас находится, чтобы каждому была проявлена Твоя милость и благодать Твоя укрепила слабые колени, чтобы они не дрожали, укрепила руки, чтобы они не опускались, укрепила голоса ходатай, чтобы они не были смещены ни на какие базарные речи. Господь, пусть ходатайство будет весомым и значимым, потому что мы люди, которые сможем научиться больше и больше и прощать, и просить прощения. Я благодарю Тебя, что это качество, о котором мы тоже говорили. И страх Господень пусть наполнит сердца. И я благословляю людьми пробуждения, заполнится Россию. Заполнись Россия в своих городах людьми пробуждения, потому что Господь, который посмотрит на такого человека и скажет, ради Тебя я благословлю город, ради Тебя я вижу, что построена стена и ходатайство идет к земле в небеса, а значит, я пощажу Тебя и князей Твоих. Я изменю, если надо, заменю, но они будут не как волки хищные. Я благодарю Тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя, что в этом наше ходатайство сегодня о царях, о правителях, в этом наше ходатайство сегодня о людях, кому надо преобразиться из-за того, что поднимается армия Твоих победоносных делателей, Твоих воинов, которые знают трудный зов, которые одеты во всеоружие Твое, которые не боятся выходить вперед и брать ответственность. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что мы сейчас подобны Иудифе. Мы принимаем от Тебя эту способность брать стратегии, чтобы наступать на врага, чтобы прогонять его и голову его отсекать, как когда-то отсек Давид, как когда-то Иудиф отсекла сама этим мечом. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что как Давид воспользовался мечом Голиафа, так и Иудиф воспользовался мечом Аллаферна. И мы сейчас говорим, все вражеские действия, направленные против Царства Твоего, они отсекают Ему голову. Слава Тебе за это, Господь! Слава Тебе, что мы сейчас об этом молимся и принимаем от Тебя эту привилегию жить числе тех, которые знают трубный зов и двигаются вместе с Тобой по пути правды. Я благословляю подняться Есфирем, Иудифем, Мардахеем, Даниилом, его друзьям, подняться Иосифом, подняться Аврааму, подняться Павлом, подняться Иоанном. Господи, да поднимаются сегодня Твои делатели, знающие Тебя лично и имеющие практику преображения внутри себя. Я верю, Господи, что и подобного рода молитвы, платформы, где люди молятся о преображении и пробуждении, они набирают силу, потому что это геометрическая прогрессия, когда присоединяются голоса, когда присоединяются сердца, когда присоединяется наша вера друг с другом и с Тобою и превращается в мощный, в мощный голос, чтобы горы передвигались с сердца морей и ландшафт менялся в нашей стране. Благословляю, Господь, дальнейшее пробуждение, преображение и эту платформу в сегодняшних спикерах во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословения всем, друзья, спасибо Сергею, Александр за возможность и всегда рада соединять свой голос с хадатами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok